Бату Хасиков Привет Собственно эмоций и целых впечатлений Я думаю, что у болельщиков было хоть отбавляй Что лично сам чувствовал после окончания боя Который, кстати говоря, стал в твоей профессиональной карьере последним После окончания боя меня пронзила мысль Мы это сделали Я говорю мы, потому что это не только моя победа Это победа моей команды Это победа нас, россиян Это победа жителей республики Калмыкия Ну и, конечно же, победа всего сообщества В том числе и вас, журналистов Потому что вы за этим следили Это освещали Ну и как только закончился бой Я вскинул руки И у меня мелькнула мысль Мы это сделали Бату, что было сложнее? Готовиться к этому бою на протяжении нескольких месяцев? Забыть о работе по части политических и общественных действий? Или выйти в ринг и как раз таки перебороть Вот то самое волнение, которое, я уверен, достигало своего пика Как раз таки в момент начала этого боя Что было сложнее? Подготовка или вот этот вот самый нерв, который присутствовал перед началом поединка? Я думаю, что эти вещи, они неразделимы Если, естественно, было тяжело, во-первых А принять это решение, учитывая все то, что уже происходит в моей жизни В связи с новой деятельностью А скорее, не новой А я ведь уже общественно-политической деятельностью занимаюсь несколько лет Но в данном случае уже несколько на другом уровне Это раз И принять решение было сложно Второе, это действительно настроиться на тренировочный процесс Потому что я как профессионал понимаю, что если ты готовишься к такому серьезному бою Со столь грозным соперником у тебя в жизни не должно ничего существовать Только подготовка Должна быть максимальная концентрация Ну и действительно волнение от осознавания того, что а вдруг не получится А вдруг произойдет осечка, а вдруг не хватит сил И это волнение от того, что ты можешь оступиться Оно, конечно, тоже очень сильно давило Но опять же, благодаря тому, что очень много усилий было направлено на подготовку А когда ты очень хорошо, качественно готовишься Когда с тобой работают профессиональные специалисты То это тебе дает такой запас прочности Ну вот именно в каком-то таком ментальном или психологическом В твоем ментальном и психологическом ауре Поэтому непосредственно перед боем Ну не знаю, я вышел с мыслями о том, что я никогда не сдамся Наши или наши не сдаются Или русские не сдаются Я думал о том, что я лучше, чем Майк Я в это верил Я думал о том, что я покажу класс Ну то есть как-то так В целом действительно было непросто Но, как я уже говорил, что я понимал, что я Ну то есть я знаю, что я воин Майк настоящий боец, герой То есть несгибаемый человек И я знал, что в целом находясь вот в этом состоянии И находясь в сражении Мы будем чувствовать себя счастливыми людьми Ну знаешь как Вот, вот это наша природа И я благодарен судьбе, что у меня была возможность Вот это все переживать Испытать себя Доказать себе, что можно сделать все Ну естественно при правильном подходе При наличии надежной команды И самое главное Нужно верить в себя Тогда можно все Бату, мы все видели поединок со стороны по телевизору И находясь непосредственно в зале ГЦК «За Россия» Как все было изнутри, в ринге? Я знаю, что была сечка у Замбидиса И по слухам даже не одна Расскажи, пожалуйста Не по слухам, а по моим собственным наблюдениям Конечно, я скажу так, что Я планировал Навязать ему, как и в первом бою, прессинг И Как-то работу первым номером То есть постоянно Заставлять его идти назад Заставлять его пятиться Лишать его точки опоры Но в то же время Я с самого начала понимал, что Майк Он будет готов к этому Он Он Что-то Наверное, противопоставит Именно вот этой манере поединка И так оно и случилось Когда я устал Спихивать Ну, во-первых Я понял, что он В данный момент Он очень физически Очень силен Что Спихивать его Заставлять идти назад Довольно-таки непросто Это раз Во-вторых Из-за того, что я шел на него Получалось очень много Какой-то такой Возни И сумбура И Как раз в этой возне Я опасался пропустить Его удар коленом Потому что он очень хорошо упрыгивает Как вы знаете И Но С другой стороны В ходе поединка Вот именно в начале Я почувствовал Что я все-таки более собран Более прикрыт И Был Более точнее То есть Несколько моих атак Они достигли цели И я Тем самым Я Ну Первое какое-то такое Напряжение Волнения сошло И я понял Что я контролирую ситуацию Но Тем не менее Я В ходе поединка То есть уже и в первом раунде И особенно во втором Я понял Что мне Неплохо Достаточно комфортно Я чувствую И на дальней дистанции Расстреливая его Прямыми ударами Джебом Правым прямым И Прямыми ударами Ногами Ну то есть Я успевал Чувствовал очень хорошо Дистанцию И немножко Запутывал его Своими движениями Ну то есть Так называемые Финты И поэтому Получилось Получилось Что я В одном поединке Я использовал Две манеры В ведении боя Где-то я давил Шел вперед Ну такой натиск И где-то тут же Перестраивался Начинал Тянуть на себя Держа на дистанции Много работая Левой рукой И Я так понял Что Ну Видел Что Майк Немножко обескуражен Он не мог Ко мне подобраться И это его Постоянно Расстраивало Ну то есть Он как-то Испытывал досаду Ну а когда я В третьем раунде Целенаправленно Чуть-чуть снизив Темп Ну во-первых У нас пять раундов Я понимал Что первый Первый Второй раунд Я выиграл В третьем раунде Я целенаправленно Немножко Сбавил обороты И думал о том Что-то у меня Колено не идет То есть Первым Вторым Не получилось Хотя вот он Он ниже ростом Я умудрялся подходить То есть Получалось подходить близко Но коленом Попасть не мог И я вот решил Просто Немножко Подуспокоиться Что называется Прицелиться И стал Наверное Меньше Атаковать А майк активизировался Но Многие Те кто болеет за меня Они стали за меня Переживать Что я отдаю Инициативу И так далее На самом деле Я ведь не пропускал Удара То есть Все его удары Они приходились По защите И все-таки Я выждал момент И уже во второй половине Третьего раунда Я выстрелил Правым коленом Попал не в подбородок Он попал ему В бровь И он Получил Рассечение И я видел В этот момент Когда он Увидел Что у него кровь Он Конечно Он Был Раздосадован И Ну Майк это не тот спортсмен Которого может смутить Какое-то рассечение Он все равно Шел вперед Попытался попасть Ну то и бой продолжался Одним словом И В четвертом раунде Вот этого никто не заметил Кстати Для вас это эксклюзив Для Чемпионат.ком Об этом никто не говорил В четвертом раунде Я Потянув его специально На канаты Я канатом стал Сжаться Не потому что Он меня прижимал А потому что Сам И вот тем самым Как в ловушку Затягивал Я выстрелил То есть Я стою спиной Канатом Он начинает Атаку руками И я в этот момент Выстреливаю Правым коленом И опять Попадаю ему В бровь И второе рассечение Которого Кстати Никто не видел На самом деле Которого Никто не видел Но Его видел Рефери Его видели Доктора Это возможно Поэтому была Остановка В четвертом раунде Да Вот именно То есть Это произошло Буквально Перед этой Остановкой Когда Его отвели В его угол Доктора Сказали Что Нельзя Продолжать Поединок Я не знаю Что говорила Его команда Майк Уже По-моему Забыл Какой По счету Идет раунд Как мне уже Рассказывал Камил Гаджиев Ну и Камил сказал Что сейчас Будет последний раунд И Майк Сказал Что если Последний Тогда я буду Драться Дайте мне Закончим Бой И все Ну то есть Получается Что Сейчас просто Об этом Тоже нужно Сказать Майк В Греции Сказал Что на него Давили И Тем Что Хотели Снять Сбои Из-за травмы На самом деле То есть Наверное Как раз Таким Там Те люди Которые Имеют Отношение К организации Боя В том числе Я Мы меньше Всего Хотели Чтобы Его Сняли С боя Потому что Очень важно Было Провести Всю эту Дистанцию Чтобы Все таки Показать Ну кто Кто же На самом деле Доминирует Ну как-то так Действительно Была бы Незаконченная История А так Все всем Стало Понятно Батуа Не удивило ли Счет На записках Одного из Рефери Который Выставил 49-48 В пользу Греческого Бойца Насколько Мне известно Сам грек Сидящий Как раз Таки В углу Это что Ты посчитал Не то чтобы Удивило Скорее Такие Такие Ситуации Они Вызывают Наверное Такое Недоумение Плюс Греческий Судья Он просто Примонстрировал Свой Непрофессионализм И скажем так Это его Проблема Но с другой Стороны С человеческой Точки Зрения Я его понимаю То есть Все-таки Вы наверное Сами понимаете Что Что Был этот бой Для Майка Реванш Ну то есть Вся Греция Смотрела Ну естественно Греческий Судья Это его Соотечественник Он всей душой Всем сердцем Был за Майку И понимая Что Во-первых Он единственное Отдаст Победу Майку Тарас Ну он Это сделал Видимо Просто Из солидарности Ну то есть Да Там Россиянин Победил Но я Вам всем На зло Отдам Победу Майку Ну то есть Он показал Что он до конца С Майком Несмотря на что Даже Наверное Решив пожертвовать Своей репутацией Ну что Мне Когда я услышал Во время Объявления Результатов Что Один судья Отдал Победу Ему Кто-то Мне из наших Сказал Бату Не обращай внимания Ну это было Правильно Я думаю Что не обратили На это внимание 95% Собравшихся В государственном Центральном концертном Зале Россия Зрители Кстати говоря Бату Вот эта поддержка Которая исходила В том числе От болельщиков Из Калмыкии Насколько она Помогла тебе В этом поединке И действительно ли При своих трибунах Драться намного Приятнее Удобнее Веселее И смелее Знаешь Начну с того Что отвечу На вторую часть Вопроса Где легче драться Когда Трибуны Заполняют Близкие Для тебя Люди Ну то есть Или те Кто за тебя болеет Или наоборот Тут Во-первых Кому как Во-вторых Даже одному человеку Где-то Допустим Когда за тебя Все болеют То Это дополнительный Груз ответственности И ты можешь Переволноваться И наоборот Если допустим Ты боксируешь А все болеют Вроде в тебя То В тебе это рождает Такую Спортивную злость И ты Делаешь гораздо больше Чем можешь Поэтому Ну это все Психология Для меня Мне В этом отношении Все равно Где драться Я был в разной ситуации Я Ну сейчас Я дрался там Где большая часть Зала Наверное Болела за меня Это приятно И я так Так настраиваюсь Что меня это Вдохновляет Что называется Меня прет Что сейчас У меня есть возможность Всем этим людям Показать То что я умею Я боксировал И в таких Условиях Когда все болели Против меня В этот момент У меня Происходит Переключение Я думаю Ага Вы все против меня Да Но сейчас Я вам покажу Было и такое То есть Это вопрос Профессионализма Это вопрос Опыта И психологии Каждого спортсмена Ну а если Говорить О моих Земляках О том что Из Калмыкии Приехало Несколько автобусов Людей Которые Были Наполнены От этой Энергии Энергии Поддержки Мои земляки Которые живут В Москве Все они Пришли Поддержали И Как я и говорил И В интервью Для чемпионат.ком И Другие СМИ Что Этот бой И Победу Которую я Очень хочу Держать Я Посвящаю Своим Болельщикам На этот бой Я делаю Большей степени Ради них И Ну это В особенности Касается И болельщиков Из Калмыкии Поэтому Здорово Что Я смог Подарить Столько Положительных МОС И вдохновить И своих земляков И всех остальных Болельщиков После окончания Поединка Наверняка У вас Состоялся Какой-то Диалог С Майком Замбидисом Вот что Он вам Сказал По окончанию Встречи К сожалению Нам Не Не довелось Плотно Пообщаться Ну что Майк Майк Меня поздравил С победой Вот и все Ну видно Было Что он Расстроен Что тут Говорить Для него Это Для него Это Трагедия Но Я знаю Что Майк Сильный Человек Что Он Боец Опять же Недаром Его называют Железный Майк Поэтому Я думаю Что он Справится И я Искренне Желаю ему Дальнейшей Успешной Карьеры Чтобы он Все-таки Восстановил Свою Статус Кво А я В свою очередь Сказал Что он Может О мне Рассчитывать Для меня Он Как Такой Родной Близкий Человек Мы с ним Обменялись Можно сказать Кровью Побратались И Я Я Сказал Что Он Может На Мне Рассчитывать Бату Если Предположить Чисто Теоретически Если Не удалось Выиграть У Замбидиса Был бы Третий Бой Это Было Все Изначально Вот Так Вот Я Для Себя Сказал Может Быть Это Как Раз Сняло Определенную Нагрузку Если Я Проиграю То Будет Третий Бой Ну И В принципе Майк Тоже В интервью Говорил Что Он Был Уверен В своей Победе И Сказал Что Мы Продолжим Эту Историю Ну То 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 Не Обидно Ли Уходить В тот Момент Когда Ты Выходишь И Полная Чаша Стадиона Заполнена Болельщиками Когда Все Ведущие Телеканалы Только И Говорят Об этом Бое Все Ведущие СМИ Собственно Об этом Бое Пишут Когда О Поединке И о Двух Личности Которые Будут Вести В отношения Знают Не Просто Люди Которые Интересуются Спортом А Те Которые Далеки От Этого Всего Процесса Вот На Этом Пике Уходить Стоит Или Нет Если Я Ухожу Значит Стоит Потому Что Тут Много Всего Это Наверное Нужно Рассказать Так Чтобы Это Понять Нужно Рассказать Что У Меня Какие Мысли Как Я К Этому Шел И Так Далее О чем Думаю Какие Планы На Будущее Мне Кажется Что Это Красиво Ну То Есть Во Во всем Должна Быть Мера Но Самое Главное Что Я Сейчас Чувствую Потенциал Себе Что Я В Других Сферах Могу Достичь Довольно Таки Высокого Уровня Но Чтобы Это Сделать Нужно Много Работать И У Меня Эта Энергия Я Получил Сейчас Она У меня Есть И Вот Как Раз Здорово Что Я Сейчас Направлю Во Что То Новое И Это Будет Не Я Буду Испытывать Наверное Не Меньше Не Меньше Драйв Ощущение Драйва Когда Буду Двигаться К Своим Новым Целям И Самое Главное Что Я Хочу Сказать Что Да Я Закончил Выступать Выступать На Ринге И Где Бо То Ни Был Но Ведь Я Не Заканчиваю Заниматься Одиноборцами Одиноборцами Я буду Заниматься Всю Жизнь Это Моя Природа Это Возможность Моей Самореализации И Учиться Чему-то Новому Можно В любом Возрасте Кстати Говоря Я Благодарен Всем Своим Педагогам И Особенно Моему Первому Тренеру По Кратег Кушкай Которые Привили Вот Именно Это Отношение К занятиям Одиноборцам Что Это Для меня Никогда Не было Только Спортом Вот Это Такой Образ Жизни Именно Очень Специальное Отношение Ко всему Этому То есть Возможность Совершенствоваться Возможность Доказывать Себе Что ты Можешь Больше Можешь Лучше Сейчас Я Решил Уйти На пике Я Этого Не скрываю И Я Этим Лишь Только Горжусь Тем Что У меня Есть Возможность И Есть Четкое Понимание Куда Я Направлю Свою Энергию Которая Есть Наверняка Тем Тем Более Что Я Буду Делиться Опытом Со Своими Младшими Товарищами По Цеху Вот Об этом И хочется Спросить Какая Это Будет Тренерская Деятельность Постоянные Консультации Или Что В каком Статусе Я думаю Что Сейчас Постепенно Пока Что Вроде Мастер Классов Ну Оно Было Есть И Будет Постоянно Но Постепенно Это Перерастет Что В каком Бо Я Статусе Ни Был И Ну Да В каком Статусе Я Ни Был Но Я Хочу Делиться Своим Опытом Потому Что У меня Есть Своё Видение То Есть Что Сказать Есть Чему Научить И Я Вот Именно Для Себя Для Души Я Буду Наверное Все Таки Преподавать В какой Форме Это Будет Выглядеть Не Знаю Но Уж Два Раза В Неделю Я Буду Находить Время Кем Бо Ни Был Сейчас Да Сейчас Я Всполняю Обязанность Сенатора Очень Большая Работа Много Всего Но Я Уверен Что Смогу Находить Время Бату Многие Болельщики Интересуются Не обидно Ли То Что Как раз Таки В рассвет Своей Молодости Лучших Лет Карьеры Не удалось Стретиться Со многими Известными Как раз Таки Представителями К1 В том числе Петросян Сауэр Например Буакао С последним Кстати Говоря Я знаю Велись Переговоры На предмет Боя Но Почему Это Все Не Срослось Почему Ну Видите Люди Они Как Смотрят Со стороны И Не знают Многих Каких-то Моментов Ну Во-первых Во-первых Когда Мы Все Это Начинали Помнишь Бой С Альбертом Краусом Предлагали Бой Всем В том числе Петросяну Там И Ну На тот На тот Момент Мы Предлагали Петросяну Гагу Драгу И Краус Но В итоге Так Сложилось Что Альбер Краус Он Сказал Что Он Хочет Это Сделать Готов Подраться Все Остальные Сказали Не Нам Это Не Интересно Драться В России И Так Далее Плюс Ну Я Сейчас Так Как 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 Подробности Даваться Нет Смысл Скажу Тезис Во-первых Мы Развиваем Индустрию Профессиональных Ненаборств В России И В чем Это заключается Заключается В том Что мы Дарим Вот такие Организуем Такие Крупные Поединки Крупные События Именно Здесь В России Для Нашего Зрителя Который Может Не Только Посмотреть По Телевидению Или В интернете А вот Именно Прийти Вживую И Все Это Увидеть Это На самом деле Очень Непростая Работа Создавать Эту Индустрию И Тут Она Довольно Таким Многогранная Поэтому Я Знаю Что Представляю Для многих Болельщиков И зрителей Какой-то Интерес Именно Как Боец Я Делаю Это Здесь Осознанно Чтобы Внести Свою Лепту В развитие Индустрии Здесь В России Это Первое Во-вторых Сейчас В мире Кикбоксинга Наверное Там Кому-то Проще Будет Это Называть К1 Сейчас Есть Определенная Так сказать Нет Такой Четкой Организованности Есть Несколько Организаций Которые Проводят Свои Турниры Которые Так или иначе Приглашают Бойцов И топовых И не очень Топовых И так далее Поэтому Каждый Каждый Тянет Одеяло На себя Ну вот У меня Уж так Сложилось Что я Не только Был Бойцом Спортсменом Но я Еще и Продюсер Ну то есть До того Как меня назначили В Совет Федерации Я был Продюсером И поэтому В моих Интересах Было Дело Так Чтобы Значимые Бои Проходили Именно Под эгидой Этой Компании Что Дало нам Возможность И вырастить И более Ну то есть Других Не менее Выдающихся Спортсменов Ну которые Сейчас Находятся На пути Там К К тому Что они Придут Каким Спортивным Вершинам Поэтому Отвечая На этот Вопрос Ну да Может быть И жаль Что Я не смог Сразиться И с Сойером И с Буакао Но Во всяком Случае Сейчас Пройдя Там Свой путь В профессиональной Карьере Весь этот путь Вспоминая Все эти поединки И карате И боевое самбо Рукопашный бой Тайский бокс Кикбоксинг Я сейчас Понимаю Что Если надо будет Если я захочу Или Если там Могло бы Так сложиться То Все Все по силам Мы Российские Спортсмены Можем Сейчас Побеждать Любых бойцов Я знаю Что это Могу сделать Вот Но вопрос В том Что Есть ли Сейчас Такая возможность Или нет Потому что Не все просто У этих людей У них тоже Свои планы У них Там Свое видение И Так конечно Смотришь На то Что сейчас Происходит В мире Киеван Да Они там Друг с другом Дерутся Постоянно Друг друга Роняют Один Одного Окутировал Другой Второго Ну А Ну Так Так сказать Вот таких Историй Сейчас Каких там Вот Историй Такого рода О которых Ты говорил Чтобы цепляли Людей Не только Которые Интересуются Ненаборствами Но и Людей Далеких От этой От этой Сферы Таких Историй Мало Наверное Наша задача Как спортивных Функционеров Создавать Такие Историю Именно На российской Площадке Самый Памятный Бой Ваш Бату Самый Памятный Бой Но если Самый Самый То Тот Который Случился 28 Марта Что тут Говорить То есть Последний Заключительный Самый Большой след В памяти Оставил Да Что сказали Родители После боя Родители Ну ты знаешь Что они Что они Были Родители Сказали Ну они Верили В меня Они Верят В меня Всегда Во что Которые Ни Было Ну кстати Говоря Я Одна Из моих Мотиваций Почему Я Сейчас Ухожу И Переключаюсь На какие-то Другие Направления Потому что Я не хочу Чтобы Моя мама Продолжала Так сильно Переживать То есть Она очень Сильно Переживает И Ну хотя При этом Она верит То есть Себя Держится Она достаточно Мужественно В эти моменты Но Я думаю Что С нее Хватит То есть Сейчас Я ей Сказал Что Все Больше Ты переживать Не будешь Ну вот так Бату Сегодня Понедельник Рано Утром Проснулся Умылся Оделся В пиджак Кстати Хорошо Как раз Да Спасибо Спасибо Моему другу Патрику Хельман Который Помогает Создавать Стиль Оделся Но поехал Не на тренировку Поехал Сначала К нам А потом Уже По делам Речь о родителях Они у меня Сейчас в гостях Я Проснулся Сварил Национальный Калмыцкий Чай Что Я Научился Очень хорошо Делать Ну Мы Позавтракали Вместе Сейчас С ними Они у меня В гостях Я С ними Много Общаюсь Ну Вот это Новая Жизнь Бату Ты уже Де Факто И Де Юри Получается Не спортсмен Ты вдохнул Новую Жизнь Понедельник Понедельник Рано Утром Надо Уже Не В зал А На Работу Полноценно В том То И дело Что Я Уже Давно Вкусил Иную Жизнь Знаю Что Это Такое У меня Там Есть Планы Которые Я Намерен Реализовать Поэтому Сейчас Не до эйфории Абсолютно Спокойно Я Выполнил Какую-то Работу Да Это Часть То есть Часть Один из Этапов В своей Жизни Которые Я Уже Несколько лет Делал Параллельно И Ну Это На самом деле Не просто Но я Это делал Потому что Мне это Очень хотелось Просто Испытывал К этому Страсть Но сейчас Я понимаю Что Нужно Остановиться И Продолжать Уже Нести Немножко Ну То есть Продолжать Выполнять Свою миссию А какую Я знаю Но Немного В другой Ипоставить Тогда Спрашу Какая цель Вне спорта Чего Хочешь добить Знаешь Есть Какие-то Глобальные Цели Есть Какие-то Более Локальные Задачи Их На самом деле Много И они Все Интересные И У меня Я нахожусь В таком состоянии Предвкушения Что Буду этим Заниматься Опять же Я думаю Я думаю Скоро Будет Состояние Волнения Потому что Не все Так просто Я понимаю Что что-то Может Не Получиться А если Ты хочешь Чтобы это Получилось Нужно Постараться Поэтому Я Наверное Сейчас Все-таки Поступлю По принципу Что лучше Я Сейчас Не буду Говорить Что я хочу А буду Делать И когда Это будет Уже Происходить Осуществляться Я буду Снова С тобой Встречаться В этой Студии И мы Будем Обсуждать Каково Это Сделали Получилось Или не Получилось Бату Твои пожелания Или может Какие-то Рекомендации На путь Твое Болельщикам Которые За тебя Переживали И я Думаю Что вместе С тобой Сейчас Празднует Миг Победы Во-первых Низкий Поклон Потому что Это И без Них Без Без Болельщиков Все Не имело бы Смысла Все это Делать Это Раз И В то же Время Мы Делаем Для них Это Два Во-вторых У любого Спортсмена Бывают Моменты Когда То есть Ему Тяжело Или Не хватает Каких-то Физических Или моральных Сил Для какого-то Рывка А ведь Как раз Поддержка Болельщиков Близких Друзей Нужные Слова Мне Там Много Писали Присылали Какие-то Плакаты С Пожеланиями То есть Все Это Вселяет В тебя Уверенность Вселяет В тебя Мысль О том Что Ты Все Правильно Делаешь Что Правильный Путь Выбрал И Поэтому Это Огромное Значение И я Счастлив Что У меня Есть Эта Аудитория И что В данном Случа Я Эту Аудиторию Не Разочаровал Опять же Поделился С ними Вот этой Энергией Зарядом Ну А так Я В своих пожеланиях Всегда Так сказать Стабилен Я желаю Заниматься Спортом Ну В целом Жить Правильно И Ну Как-то Вот Быть В таком Состоянии Чем Чем бы Они Не Занимались Или Чем Мы Не Занимались Нужно Всегда Себе Ощущать Такое Состояние Желание Что-то Созидать Это Может Выражаться Чем Угодно Ты Можешь Сам Себя Созидать Это Уже Хорошо Можешь Что-то Руками Делать Можешь Что-то Придумывать Писать И так Далее Вот Находиться В этом Состоянии Созидания Получать От чего-то Вдохновение И Только Вперед А я Потом Хочу Поблагодарить Тебя За Откровенность Во-вторых Пожелать Удачи Уже Вне Ринга Переворачивается Очередная Страница В истории Бату Хасикова Он не говорит нам Прощай Он говорит Всего лишь Навсего До свидания Увидимся Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров